Вот она по решетке затекала сюда, вот сюда через забор. Также она стекала вот в нечетную сторону, сюда людям во дворы. Марина Литвинова показывает кадры с камеры видеонаблюдения. Так раньше выглядела улица Шевченко после дождя. Грязь, лужб, колено и вода во дворах. Конечно, дорогу ждали. Мы ее ждали несколько лет. Лет, наверное, 10 точно, не меньше. Наконец-таки нас услышали. И мы даже не мечтали, что это произойдет. Не надеялись. Местная администрация регулярно подспала грунтовую дорогу, но этого было недостаточно. И тогда жители улицы обратились на прямую линию губернатора Владимира Владимирова и рассказали о своей проблеме. Я хочу поблагодарить губернатора нашего Ставропольского края Владимира Владимировича за то, что он не оставил мое заявление, обращение граждан без внимания. Я обращалась через Инстаграм. То есть Инстаграм у нас действительно работает. Губернатор отреагировал, помощник помогал в этом вопросе. Администрация города Пятигорска, мы с ней переписывались, перезванивались. То есть работа проводилась на регулярной основе. В 2021-м начался долгожданный ремонт. В декабре все работы завершились. Вместо гравийки дорожное полотно застелили свежим ровным асфальтом, благоустроили подъезды к домам и реконструировали ливневую канализацию. Кроме Шевченко, в прошлом году под ремонт попали практически все соседние улицы. Общая стоимость работ – 38 миллионов рублей. Дороги местные не нарадуются, но есть один нюанс. Ливневые канализации пока не закрыли. В канавах иногда застревают автомобили. Мы отрабатываем точечно по проблемам, связанным по жалобам людей. Мы частично поставили водопропускные трубы на въезды в дома. Кто-то отказался именно от труб. Сейчас прорабатываем вопрос об установке ливневых решеток металлических по адресам. Между тем, на ремонт дорог у администрации Пятигорска большие планы. Уже собрали заявки на 25 улиц. Покрытие на них обновят в течение трёх лет. Проехались с ветерком Кира Мартынова и Юрий Корниенко. Ставропольское телевидение.